Правда, что днём вы помогали прапорщику грабить, а ночью занимались сексом с его женой? Вы скрываете от людей то, что ваша первая брачная ночь прошла в тюрьме? Вы добились расположения руководства тюрьмы, поскольку были доносчиком? Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и вы смотрите, наверное, свое любимое шоу Детектора Лжи. Если это так, то проверьте, подписаны ли вы на канал. Поддержите это видео лайком сразу, а также всегда я читаю ваши комментарии. А мы, ребята, начинаем новый выпуск. Поехали! Честность – залог крепких супружеских отношений. Каким последствиям приводят обманы и недомолвки? На своем опыте убедился Юрий Гребенюк. Знакомьтесь. Юрий Гребенюк, 32 роки, Киев. Человек с золотыми руками готовый довести на детекторе брехни, что ему до сноги відвертить знання у власных амурных походеньках. Типа изменял жене. Зона. Юрий, намажешься пройти испыт правдой, чтобы раз и назавжди обрати, с кем жить дальше – с кем жить дальше? С коханкой или с дружиной? Короче, понятно, есть жена и с любовницей. Как я понял, что он сидел. Непонятно, что было сказано про золотые руки. То ли мастер на все дела, то ли воруют. Зачем пришли? Чтобы доказать любовь любимой женщине. Хорошо, давайте познакомимся с теми, кто пришел послушать ваше признание. Наталья, дружина Юрия. А это любовница? Алена, сестра Юрия. А нет. А любовницы здесь нету, да? Брат Юрия. Зовут вас? Саша. Вопросы разделены на блоки в каждом блоке своего. Ладно, любовницы здесь нету. Количество вопросов и своя фиксированная сумма. В первом блоке 6 вопросов. В случае честных ответов 5000 гривен. Начинаем? Начинаем. С кем работаете? Делаю ремонты по квартирам. Какой вид ремонта? Строитель. Все, вид А до Я. Мастер на все руки. Да, то есть беру, к примеру, квартиру. Там в Новострове, к примеру. Внимание, что там голый стиль. И все. И сантехника, и там все полностью, все делаем. Пит ключ. Внимание, вопрос. Вы занимались сексом в тех квартирах, где делали ремонт? Обжевал-то, говорим, да? Да. Это было с женой, хотя по ее лицу видно, что нет, да? Ну, первый вопрос, знаете, сразу такой. Оп. АПЛОДИСМЕНТЫ Отпевал. И просто я, когда там делал ремонт, я там и жив. Это было единожды? Нет. Александр, вы кем работаете? Охранником. Вы считаете, это нормально, когда вот человек, я бы так сказал, не по назначению квартиру использует? Нет, он неправильно поступал. Но он взрослый человек, он на свое, свое имеет право как хочет, так и ворочит. Давайте узнаем, что он еще наворочил. Так отспросить, это жена была, а не жена. Внимание, вопрос. Рассказывая всем, что помогаете прапорщику копать огород, вы осознанно шли на воровство? Ага, вот теперь мы подходим понемногу к тому, где было показано про тюрьму. Прапорщику помогали копать огород. Ну, вопрос очень быстро, Валя, тупо вопрос за вопросом. Значит, дальше должно что-то ждать, прям такое, что жесткое, сто процентов. Правда. Что за история? Ну, это история еще, как я служил в армии. Ну, я был командиром пожарного отделения, то есть был сержантом. И был мой начальник, прапорщик. Ну, говорит, что типа, пришли, поможешь мне там покопать огород. Покопался и огород. И он попросил там зайти, там забрать, ну, там лопаты, такое, граблю, инструмент для огорода. Когда вы поняли, что это не правство? Ну, я, наверное, сразу понял. А зачем ходили? Не могу до сих пор понять. Ну, я думаю, что там был его начальник, у этой старшей по званию, да, и я думаю, что он больше слухался его, либо его боялся. Я думаю, что так было. Наверное, да. Наверное, да. Внимание, вопрос. Правда, что днем вы помогали прапорщику грабить, а ночью занимались сексом с его женой? Нормально, мужичок устроился. И днем, в общем-то, денюжки заработает и вечером своего не упустит. Да. Сейчас же нам много чего узнает. Ну, это было, когда прапорщик, типа, уехал до мамы домой. Тоже, кстати, Наташа была звать этого прапорщика, жінку. И они пригласили меня, там еще подружка была, пригласили они меня в гости. И так оно тогда получилось. Только его помогал. Вона меня помогала. Да. Вы сопротивлялись? Да, даже не пытался. Ну, я, как солдат, я не отказался. А прапорщик бы узнал и перестрелил бы вас? Ну, он потом узнал. А таки узнал. И как он на это отреагировал? Он меня боялся. Просто он какой-то такой, я не знаю, какой. Нариба не мягкая. Ну, никакой, можно сказать. Такой. То есть вы продолжали заниматься сексом с его женой, даже после того, как он об этом узнал? Да, я жив знаю потом месяц. Месяц или два. А прапорщик где жил? Ну, я не знаю. Да. Наверное, в общежитии там же. Наталья, вы знали об этой истории? Конечно, нет. Не знала. Мы туда же знакомы не были. Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. Вы скрываете от людей то, что ваша первая брачная ночь прошла в тюрьме? Типа с ней? Что, за лопату посадили или что? Или как это? Свадьба у тебя была в тюрьме? Да. Это правда. Понятно. Я не стыдусь, я скрываю от людей. А почему скрываете? Потому что я не горжусь тем, что я был в местах лишения свободы. Я это скрываю. А вы, получается, что, зарегистрировали свои отношения в тот момент, когда вы были в тюрьме? Да. А такое возможно? Да. Как вы познакомились с женой? Тоже сидела. Вот я был в местах лишения свободы. И по письмам так знаю и познакомимся. А вы как-то получили письмо из тюрьмы. Вы как на это отреагировали? Не хватило отписывать. Сестра попросила, чтобы я отписала. Вы отписали? Потом второй раз вам написали. Тоже отписала. Заради интереса. Не было чем заниматься. У меня не таки неплохо, они познакомились. Как вы попали в местах лишения свободы? Ну, вот это же задача. Прапорщик таки... Да. Отомстил за женой? Да. Получается, это его, и его женщины, брата, их зловили. И он задавал меня, что я был третий. Мне приехали, забрали, все. Вы, кстати, сколько сидели? 4,8. Нормально. А дали сроку 7 лет. 7 лет? Задача? А почему так много? Много лопат забрал. Потому что 3 человека, а это... Типа, как организовано. И вот то, что 17 эпизодов. А в особо крупных размерах. А-а-а. Так, а вы же только упомянули грабли, лопаты? Брали вот телевизоры, там, бетуху, все. То есть, все. Даже вплоть до того, что было в погребах, там, вино стояло, и то забирали. Сколько лет вам оставалось сидеть в тот момент, когда вы зарегистрировали свои отношения? Года 4 оставалось. То есть, ваша жена была готова 4 года вас ждать? Она не только ждала, она ездила до него каждые 3 месяца. Потому что давали дозвель только раз в 3 месяца приезжать туда. А первая брачная ночь где у вас прошла? Ну, там есть, типа, гостиница специальная. А вот мне интересно, как это там происходит? Там есть специальная камера для бракосочетаний. У вас, кстати, свадебный альбом есть? Есть. Есть? Дома есть. Вы там в робе? Нет. В костюме, в рубашке белой, в свадебном платье, в галстуке. Все как положено. Это все на зоне? А букет невесты был? Был, да. За спину бросали? Кому? Ну, я не знаю, кому. Кому на зоне кидать? Это один-единственный человек из полтора тысячи человек, которому начальник колонии разрешил, чтобы фотограф фотографировал. Это я один-единственный со всей этой. А обычно, даже если регистрируют отношения, то запрещают фотографироваться? Да. А чем вы такое расположение заслужили? За хорошее поведение. Внимание, вопрос. Вы добились расположения руководства тюрьмы, поскольку были доносчиком? Да. Я думаю, нифига себе. Ну да, если ты на самом деле доносишь там... Ну тебя, конечно, сокамельники за это ненавидят. За хорошее поведение. Ну это да. А сокамельники сто процентов, наверное, не знали даже об этом. Ну не все это я рассказывал. Ну то есть ты обязан был говорить, кто там, что там, то, то, то. Ну что рассказывали? Ну, например, то, что там в кого-то, то есть там водку пил, или там телефон там мал при себе, там, или сейчас что-то там, или что-то там сделал, то, что там, или там кому-то списка набил. Ну то есть, ну по-разному. Ну они не знали, да? То есть что-то надо было говорить там. Можно сказать, заставляли это делать. Что значит заставляли? Ну потому что я был завхозом. Почему вас сделали завхозом? И замначальника меня вызвал и сказал, что надо сделать ремонт кабинета. Потом после этого предложили завхозом и так и вот, будучи завхозом, сделал с 12 бараков самый кращий барак, это 12. То есть самый показовый, самый кращий ремонт там был, то есть самый лучший там был. Знаете, вы можете воспользоваться стоп-кнопкой. Только сказал, да? Если вы на нее нажмете, мы вопрос заменим. Этим правом вы можете воспользоваться всего лишь один раз за всю программу. Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. Вы с трудом засыпаете без алкоголя. Бывают времена, что он как бы спасает, как-то, или успокаивает, или не даёт думать про что-то там другое. Ну, то есть разные случаи бывают. Вы, кстати, заработали 5 тысяч гривен. Все, я в твиттер на 6 вопросов. Да-да, быстренько. Ну, во втором блоке начинается веселье. В первом блоке 5 вопросов, если будете честны, заработаете 10 тысяч гривен. А тут, я думаю, начнется чуть-чуть повеселее. Да. Наталья, а на ваш взгляд, муж зависим от алкоголя? Не все одно. А что значит, все равно, это же ваш муж? Колишний. На данное время мы разведены. А-а-а. Как давно? Месяца два. Вин зумною сейчас не живет. А где вы живете? На Житомирщине, у мамки. А вы? Флатная тут рядом, Киевская область. Снимаю квартиру, там живу. А почему уехали к родителям? А как вы себе представляете, на съемной квартире с двума маленькими детьми? Максим и Карина. Платить за квартиру чем-то? Вин ушел до другой, до красавицы. Да, я уехал, я даже... Забрал последние деньги, даже детям на хлеб не лишил. Даже, по-моему, месяц не поднимал трубку, не звонил, ничего. Как так получилось? Вы жили с женой, у вас дети есть. И тут вдруг взяли и ушли, и месяц трубку не брали. Ну, я познакомился, когда мы работали на столичном рынке. Познакомился с Светой. Света это кто? Ну, любовница. Женщина, с которой я зараживаю на данное время. Чем она вас так очаровала, что вы даже детей бросили, последние деньги забрали, и месяц не брали трубку. Не знаю. У нас шлендра, а на шлендре он кидается. Попутня б не повелась, а б она приезжала в квартиру, она бачила, что детские вещи, кроватки. Як бы она была нормальной, то б она бы не пошла в ту квартиру, где детские вещи висят и коляски стоят. Вы приводили женщину к себе домой? Да, когда Наташа была в маме на Житомирске, Света приезжала до меня в Новоселке, там, где мы жили, в ту квартиру. А зачем женщина может приехать к женатому мужчине, у которого есть маленькие дети? Развлекаться. Не знаю, не надо спросить. Давайте спросим. В смысле? Светлана сейчас у нас в студии, я бы хотел попросить ее присоединиться к нашему разговору и ответить на этот вопрос. А я же говорю, ну, не ма, думаю, любовницы. Ну, ладно, типа, ну, шо поделаешь? Которую только что мы здесь задали. АПЛОДИСМЕНТЫ Светлана, проходите сюда. Я бы хотел, чтобы вы мне сказали, зачем. Что? Приезжала? Да. Хотела? А потом, когда приехали и увидели, что это не просто женатый мужчина, это женатый мужчина, у которого есть маленькие дети. Я знала. Мы не думали, что наши отношения будут развиваться дальше. Присаживайтесь, давайте попробуем разобраться в происходящем. Наталья, вы куда? Можно ее вернуть. Можно? Верните. Я бы хотел, Алена, чтобы в семье вашего брата прекратились какие-то недосказанности, чтобы все стало на свои места. Ну, так, как он сказал, что он пришел попросить вибачения у Наташи, вернуть ее в семью, ну, и тем паче жить с нею, да, то, якщо он отвечает на эти вопросы искренне и каже правду, то я только за. Вернуть Наташу, то есть жену. Окей. Вы не смогли вернуть жену? Да. Почему? Не хочет подниматься. А вы что ей сказали? Сказал, что поднимайся, дослухайся до конца. Можно я выйду? Сейчас каждый пойдет уламывать. А, она уже шапку одела на выход. А, это другая. На ваш взгляд, у вашей сестры получится вернуть вашу жену? Не знаю. Вашу бывшую жену. Наталья, спасибо, что вернулись. Мне кажется, что вы должны слышать ответы на вопросы, которые будут заданы Юрию. Расскажите, как познакомились? На столичном рынке. Попросив номер телефона, она мне не дала. А вы зачем просили номер телефона, зная, что у вас дома жена присматривает за вашими детьми? Почему не дали телефон? Не знаю, не захотела. Не дали телефон, потому что не понравился, или кольцо увидели? Нет, он без кольца был. Я никогда не ношу. Почему никогда не носят? Принцип жизни такой. Ни колец, ни цепочек, вообще ничего. Никогда на судьбе не ношу. Ни золота, ни серебра, вообще ничего. Ну, а бручальные кольца у вас есть? Есть. Но я их не ношу. А где они? Наташа дома. Попросил телефон, не дали. Он, судя по всему, не успокоился, да? Он свой дал. А зачем тогда позвонили? Скучно стало. Ехала домой с работы, ливень был. Он-ка предлагала, если надо, подвезет. Подвез меня. Потом начали созваниваться. Вы тогда еще жили с женой? Да. А зачем? Наташа, по-моему, тоді уехала на Житомичну. И что? До мамы. А я був сам на работе. Хата пустая, да? Ну, ходил на работу, то есть. И так созвонился. И встретился первый раз. Вы как узнали о существовании Светланы? Я вернула, приехала с Кариной в сегодня на квартиру, которую мы снимали. Так там же Светланы не вещи были зложены в шкафу. А вы специально неожиданно приехали? Конечно, а чего на телефоне звонки не отвечают? И детьми не интересуются. А, то есть, то время, пока вы были у родителей, муж не отвечал на ваши телефонные звонки и сам не звонил? Нет. Было такое, да. И вот вы приезжаете. А тут? А там вещи другой женщины. Угу. И что? Я их взяла да исполила перед подъездом. Любовь. Бурная ночь. Что? Сейчас там мало будет. Я бы хотел, чтобы следующий вопрос задали вы. Прошу. Опять? Или... А, она еще вопрос не задавала. Она просто выходила. Внимание, вопрос. Правда, что лучший секс в твоей жизни был со мной? Думаю, это нормальная. Мать, не плачь. Ну, бывает в жизни такое. Ну, мужик у тебя такой бывший. Правда. А вот вас не смущало то, что вы разрушите семью? Я ее не разрушала. Он же к вам ушел? Он ушел ко мне, да. Я своей вины в этом не чувствую. А чья в этом вина? Ну, человеку 30 лет. Он сам соображает, что он делает. Ну, если он ушел к другой женщине. Согласен. Значит, в чем-то есть вина жены? Ну, не только же вина жены, но и мужика самого. Но я согласен, как бы не хотел бы, не ушел. Это абсолютная правда, да. Плюс он сам с ней познакомился, поэтому... А эта баба одинокая. Все знают, что у нас девушек в стране больше, чем парней. Больше, как бы говорится, одиноких женщин, чем мужчин. И думают, а что я? Я тоже хочу. Алена, вот вы как женщина, скажите, на ваш взгляд, есть вина Светланы в том, что Юрий бросил семью и живет с ней? Ну, я считаю, да. Ну, по-перше, она знала, что он одруженный. Мы знаем, что человек одруженный, это значит, что это табу. По-друге, она, когда приехала по ее разговорам, она видела, что детские вещи, что они живут вместе, они вместе снимают эту квартиру. Я вважаю, что ее вина. Что она позволила Юрию это сделать. Ну, и он в том числе виноват. Он виноват в любом случае. То есть мы это даже не обсуждаем. Это понятно. Да. Не было бы меня, была бы другая на моем месте. И с ней я соглашусь. То есть вы считаете, что он бы все равно бросил жену? Да. Что-то мне тоже в это верится. Он же сам с ней познакомился. Вы действительно уходили не к Светлане, а уходили от Натальи? Да. Нет. А я думаю, да. Я думаю, если бы одна хоть женщина, або двое хотя бы, и сотни ответили, что вертайся, ну, отказали бы, да? То я думаю, что, возможно, на третий раз бы он не поступил бы так. Можливо, задумался. На ваш взгляд, это нормально, что мужчина бросает своих детей? Он детей не бросал. Да как же не бросал? Что она может сказать, когда ей лишили батьковских прав? Светлана, а что значит, вас лишили родительских прав? Да. У вас есть дети? Есть. Сколько у вас детей? Трое. А что за история с лишением родительских прав? Да. Моя история, я не хочу отвечать на этот вопрос. Ну, это правда? Правда. Ваши дети с вами не живут? Со мной живет один ребенок. А двое с кем живут? С отцом. Сколько ребенку, который живет с вами? Что, добухалось? Будет пять. Как зовут? Вика. Вы сейчас втроем живете? Да. Вас папой Вика называет? Да. Готовы услышать очередной вопрос? Да. Вы с легкостью тратите деньги на неродного ребенка, отказывая при этом родным детям в самом необходимом. Это-то жестко. Вот тут... Я не знаю, как. Непонятно, что я тут решили. Может, бухало хорошо? Ну, часто решают из-за пьянок. Серьезно. Либо ужасные условия жизни, либо бухают. А за счет чего вы живете? На Каринуще получаю деньги. Детские деньги. Как много? В цей месяц получила 130 гривен. В месяц на 130 гривен вы втроем живете? Да. Ну, брешут. Юрия, а что... Кто-то еще кормит? На 130 гривен нереально жить. Да, она мне казала. У него викуся есть. Вы не любите своих детей, родные? Люблю. А почему заботитесь только об одном ребенке? Не знаю, не думаю из-за этого. Бывают моменты, что... Да, там говорится с Наташей, что... Надо денег, надо денег. Вот, когда появляются у меня деньги, у меня там появляются другие проблемы. Например, или за квартиру надо заплатить, или еще там что-то, или еще там что-то. Ну-ка скажите мне, что есть важнее заботы о своих детях? Не, важнее дети, я это понимаю. Но когда хозяин требует, что отдай деньги за квартиру, или пришло часы платить за квартиру, то есть... Нет, ну конечно, ребенка же рядом нет, он с вас кушать не требует. Светлана, вы понимаете своего гражданского мужа? На данный момент он не получает такую большую сумму, которую можно отослать. Он же не будет отослать 50 гривен там, допустим. Он хочет получить нормальную сумму и отослать. А вы не пробовали в судебном порядке стребовать алименты с бывшим мужем? Ну в чем проблема? Ему насчитали по 500 гривен на дитину. Ну. Платит? Нет, конечно. Так можно опять назад образцовый барак делать? А что вы улыбаетесь? Я не улыбаюсь. Нервничаю просто. Почему нервничаете? Да, любой человек на моем месте нервничал бы. Да, но не любой бы человек довел ситуацию до такого. Тут талант нужен. Я думаю, что ну вот сейчас просто, что больше тяжче с работой, меньше заказов, меньше работы. То есть, в принципе, хватает только на жизнь. Кому? Ну мне и Свете. А детям? А вашим детям на жизнь хватает? Нет, батя, конечно, такой себе, да. А вы вообще об этом думаете? Вы планировали свою совместную жизнь, свое будущее с Юрием? Да. Это такая все время безэмоциональная. Мы вместе планировали. Не было такого плана. Внимание, вопрос. Если Светлана забеременеет, вы будете убеждать ее сделать аборт? Ну да, надо же кормить еще одну. Да. А за какие бабки? Да. Понятно. Хотя реально, нахер на еще одного ребенка детства не лишили, как родительских прав вдвоих. Не настолько хорошая мать. Почему? Вы не хотите от нее детей? Вы не хотите детей от женщины, с которой живете? Я сомневаюсь в том, что я буду свою остальнуюся жизнь проживу я со светом. Я в чем сомневаюсь. Даже так? Вы же сами выбрали. Вы ради нее двоих детей бросили. Светлана, вы знали об этом? Нет. Просто я сейчас начинаю понимать уже, как я поступил. Внимание, вопрос. У вас был секс с бывшей женой Натальей в то время, когда вы жили с гражданской женой Светланы? То есть ушел от бывшей, а потом пошел, переспал опять, блядь, с бывшей и покажем, стой. Да? Да. 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 Что я могу сказать? Вы знали об этом Светлана? Не знала. Это было не раз. Даже и не раз. Был секс с Наташей, когда я жил с Светланы. Вам больно это слышать? Что-то у него на лице такое. Да. Вы его любите? Да. Такая безэмоциональная немного баба. Дом 2. А вы Светлану любите? Но он уже сказал, что не уверен, что с ней будешь жить до конца. Я не верю в любовь. Я считаю, что слово любовь это для меня это сказочный персонал. Сказочный персонал. Ладно, он говорил сказочный персонал. Персонаж. Я не верю в слово любовь. Ой. А какое слово сподвигло вас бросить детей, которых вы, кстати, любите? Угу. Жену? Ну да. Забыть о том, что вашим детям нужно есть и за что-то жить и уйти к Светлане? Я не верю в слово любовь. Юрий, простой вопрос. Вы любите Светлану? Нет. Вот так вот, по-другому. Светлана я тебя не люблю. И ты это знаешь. Знала это постоянно. Мне просто тогда интересно, зачем вы с ней жили. И продолжаете жить. Дом 2. Боюсь о том, что если Наташа не простит, меня там не... Некуда уйти, да? То есть... Остануся сам. Как вам быть... Женщиной на черный день? Ну как мне может быть? Ну явно нехорошо. А жена заулыбалась, смотрите, такая, давай, нормально. От жены вы ушли. Светлана сама вас выгонит. Дальше куда, да? Что дальше делать будете? Буду смотреть по ситуации. Рассказываю ситуацию. На всякий случай вдруг вы этого не понимаете. Женщина, с которой вы сейчас живете, которая вас любит, узнала о том, что вы с ней только потому, что вам одному быть страшно. Она узнала, что вы изменяете, ее не любите. Ваша жена живет с вашими детьми на 130 гривен в месяц. У нее нет денег. Куда вы еще смотреть будете? На какую ситуацию? Я не знаю, если сможет мне Наташа простить. А вы этого хотите? Да. Делайте. Извиняйтесь, да. Наташа аж расцвела. Дадик, ты просто встречаешь меня? Сука. Я ждал, он такой, там типа, натворил, там немало дел в жизни, там, изменял, был паскудой. Зая, простишь? Пожалуйста. Обязательно в конце сказать, пожалуйста. Ты знаешь, я это любви всегда и буду любить. О, это уже ладно. Наташа, тебя аж расцвела. Зая, ты знаешь, прям. Это все? Вот вы считаете, после того, как она плакала из-за вас, как она нашла в квартире, где жила с вами и детьми вещи чужой женщины, после того, как она на 130 гривен пыталась воспитывать ваших детей? Я считаю, что нет. Не всю жизнь, наверное, надо бы извиняться. Ну, я вам скажу, что если вы так будете перед ней извиняться, то одной жизни вам не хватит. Типа, подойдите или что? Если ты сюда пришел, тебе есть шанс. Давай. Чего? Понервничай, чувак. Да встань, пойди, обними, блядь. Вот ваша жена. Я не могу сейчас говорить. А знаете, что вот именно сейчас это надо говорить? О, вот. Молодец. Зайчик. Прости меня, пожалуйста. Я тебя увнимаю. Я никогда больше не поступну. Пожалуйста, я тебя увнимаю. Гарантії, где? Гарантії. Та нема никакой гарантії. Хули ты, баба, выебуешься. Гарантії, где? У вас гарантійка официально, чьи от магазинов? Гарантія, где? Где штаб? Где дата продажу? Гарантії. Где, блядь? Мать его за ногу. Я так люблю, знаете, фразы гарантии где? Вот, что ты хочешь видеть? Бумажка заверяю. Ставлю гарантию, дата, подпись или что? Да видно, что ты сама хочешь. Смотрите, смотрите, такая думает, ну теперь надо мне поломаться. Знаете, вначале было видно, как она улыбается, будет, боже, он меня любит. Сейчас такая, так, мне надо поломаться. Ладно, иди садись. Да, потому что я так же и так шлюю. О, уже погладывало. Кто-то тебе доктор. Кто-то тебе доктор. Надо же еще, блядь, сейчас повыделываться. Прости меня, пожалуйста. Не, ну мужики искренне, я не спорю. Я клянусь, я же любитель. Ты вообще? Никол, я бы сейчас с тобой так не поступил. Он искренний, я ему верю, честно. Ну, уже с ней спал, когда стой жил. Поэтому, ребята, там любовь еще была, я вам скажу так. Там была еще любовь. Наталья, как вы думаете, искренне просил у вас муж прощения? Да. Хотите узнать, правда это или нет? Хочу. Да, правда, я вам скажу. У меня есть вопрос, ответ на который для вас важен. Я бы хотел, чтобы вы его услышали. Я задам вам последний вопрос второго блока. И напоминаю вам о том, что вы должны отвечать на него честно. Потому что, если вы солжете... То десятку гривен ты не заработаешь. Мы об этом тут же узнаем. Я считаю, что семейные отношения, нужно строить на правде. Какой бы она ни была. Наталья, готовы? Буду. Внимание, вопрос. Вы уверены, что больше никогда не измените вашей жене, если она вас простит? Уверены? Бля, ну... Хрен его знает. Знаете, в нашей жизни уверенным во всем нельзя быть. Ну что ж, давайте узнаем, правда ли это. Это правда. Лошадь. Что типа? Стоп, вы уверены, что... Вы никогда... Не будете изменять жене? Нет. Не уверен. То есть... Бля, тут вопрос так был закручен или что? Я знал, что это лошадь. И через то ответил неправду. Зачем тогда вы солгали? Я сюда пришел не ради денег. Не ради этих сумм, не ради ничего. То, что я хотел добиться, то, что я хотел доказать, то, что я хотел, чтобы любимая женщина меня простила, то, что я хотел того, чтобы я остался с детьми, с своей женкой, и я этого добился. Я почувствовал, что она меня простила. Она почувствовала ответ. Ваш муж не планирует вам изменять. Это подтвердил полиграф... Нахера, чувак, ты... Блядь, даун, даун. Ребята, статуэтку Дауна, пожалуйста, в студию. Сука, я... Не надо мне денег. У тебя, блядь, дети, сука, 130 гривен в месяц жрать не могут. Не надо мне 10 тысяч гривен этих, нахерн. Нормально. Об этом он сам сказал. Ого, блядь, чувак. Рады, что вернулись и дослушали признание мужа до конца. Да. Еще раз поженитесь? Да. Кольцо обещаете носить? Итак, у вас выбор. Либо носить обручальное кольцо, либо сделать татуировку. Я женат. Наверное, сделаю татуировку. В любом случае, ваше участие в проекте закончено. Всего вам доброго. Я вообще не понял последнего поступка. Боясь, что Наташа скажет нет. Всего я сама больше боясь. Ездим. Да. Ну вот такой вот, ребята, у нас конец. Честно, непонятно. Нахрена? Можете сами писать в комментариях. Но такой у нас финал. Если вы хотите больше детектора лжи, то, ребята, вы знаете, что нужно здесь. Поставить лайк, написать комментарий и проверить, подписаны ли вы на канал. Потому что очень многие не подписаны. Просто смотрят и смотрят. из года в год без кнопочки подписаться. С вами был Андрей Чент. Всем пока.